Трейлер Трансформера Восхождение Звер-роботов наконец-то появился в сети, с чего нестерпением ожидали многие фанаты Трансформеров, потому что это наконец-то основной фильм Трансформеров, в котором есть полный актерский состав, а также потому что он черпает вдохновение из мультсериала Война Зверей 90-х годов. Сегодня я разберу полностью трейлер, а тогда я покажу все пасхалки, отсылки, скрытые детали, факты, которые вы возможно упустили, а также я вам расскажу, где это вписывается во временной шкале, в фильмах о Трансформерах, потому что, хотя это и седьмой фильм о Трансформерах, он также является приквелом, сиквелом и перезагрузкой в одном флаконе. Напиши в комментариях, что ты думаешь об этом трейлере, хочется ли лично тебе увидеть историю о Трансформерах, какой Трансформер в этом трейлере тебе понравился больше всего и почему. Напиши все, что ты думаешь об этом трейлере в комментариях. Начнем с того, что я думаю, о чем тебе стоит знать сразу. Все задаются вопросом, в какую временную шкалу попадает эта история о Трансформерах? Технически это будет предложение сольного фильма о Бамблби, в котором снялась Хейли Стейнфилд, действие которого происходило в 80-х годов, а действие этого фильма будет происходить в 90-е, прям в ту же эпоху, когда транслировался по телевизору сериал Война Зверей. Но в то же время этот фильм также является приквелом ко всем другим фильмам Майкла Бэя, даже к самому первому фильму о Трансформерах. Часть перезагрузки фильма может начаться с того, что будут путешествия во времени, потому что мультсериал Война Зверей, который происходил с 1996 года по 2001, история следовала за Кибертроном на 300 лет в будущее, где потомки автоботов и десептиконов, то есть максималов и предоконы, едва начали воевать друг с другом, когда они начали путешествовать во времени. Они вернулись в доисторическую землю и приземлившись на землю, просканировали местность, а затем они просто изменили свои тела, чтобы соответствовать дикой природе, которая там была. Максималисты это такие хорошие парни, здесь обычно превращались в млекопитающих и птиц, в то время как предоконы здесь, как правило, превращались в плохих парней, в рептилий, насекомых и паукообразных. Для этого конкретного фильма, похоже, что предоконы не будут здесь участвовать, вместо этого они собираются обменять их на терраконов. Я объясню это немного позже, это будет потомок Оптимуса Прайма, это означает, что здесь Оптимус Прайм и из другого периода времени, когда он вернется, чтобы сказать Оптимусу, что они в опасности. И отчасти похоже на нелюдей, как в фильме Люди Икс Дни Минувшего Будущего, где у них была похожая сюжетная линия, похожая на путешествия во времени, в которых участвовали прошлые и будущие Люди Икс. Это как бы перезагрузило их в временную шкалу, и мне кажется, что они могли это сделать прямо в этом фильме. Постепенно углубляясь, трейлер в этом похожем на джунгли ландшафте будут максимально вообще доисторической земли, или они просто приземлились на той части земли, где была только дикая природа. И я должен также сказать, что мне очень сильно нравится дизайн Оптимуса Праймала. Да-да, его зовут Оптимус Праймал. Ты можешь увидеть в этом моменте эмблему максималов. На груди Праймала есть детали волос, кожи обезьяны. И я думаю, также приятный штрих, потому что в будущем, по мере того, что когда они станут продвинутыми, точно так же, как и люди в эволюции, роботы в конечном итоге достигнут точки, когда они будут одновременно машинами и органическими материалами. Оптимус Прайм выглядит прикольно, прям как в мультиках, но мне больше нравится его стиль, как это было в «Последнем рыцаре». Между ними здесь стоят наши с вами главные герои. В этом фильме Ной, которого будет играть Энтони Рамос и Елену, которого будет играть Доминик Фишбетт. Честно говоря, я понятия не имею, как они будут вовлечены в эту историю. Я бы очень бы хотел, чтобы Хейли Стэнфилд вернулась и стала частью этого путешествия. Но, возможно, она сейчас учится в колледже или у нее есть семья. Надеюсь, она сыграет эпизодическую роль в этом фильме. У нас есть несколько кадров. Броклина в штате Нью-Йорк, где мы видим Оптимуса в его облике алтаря и трансформирующегося Бамблби. В то время как Ной, один из наших самых главных героев, подает внутрь Миража. Миража будет играть Пит Дэвидсон, так что вы можете не сомневаться, потому что он станет комедийным персонажем этого фильма. И мне вроде как нравится, как они внедряют здесь вещи из старых мультфильмов, которыми Мираж был известен. Мираж был одним из автоботов, которого можно было сделать невидимым. И здесь он делает нечто подобное, связанное с маскировкой. Затем несколько из этих голограмм исчезают. Это очень забавно, но факт. Нам показывают сцену, где Ной садится в автомобиль Мираж. Нам показывают руль Миража, что находится в кабине машины, или как это называется. В общем, к чему это я? А к тому, что данная сцена это пародия на представление или покупки Бамблби. Еще в первой части Трансформеров, где Сэм Уикки выбирал машину. И он также в нее сел, и там было такое же представление, как и трейлеры Трансформеры 7 Звероботы. И подозреваю, что будет примерно вот так вот, смотрите. А вот Ной, он, значит, что-то нарушил, и он хочет украсть машину. Ну, это как я думал лично. Потом, когда он заходит в гараж, где он хочет взять машину свою украденную, либо хочет ее украсть. Он, когда в нее зашел, в общем-то говоря, он заметил так, что это за руль, что это за логотип. Что это такое? В общем, потом он ее заводит в машину эту, далее пытается уехать от полиции, и дальше Мираж приступает к знакомству, так сказать, я думаю. Ну, примерно так все и будет, чекайте. Вот записывайте, и все, и кто скажет, я прав ли я или нет. Потом мы видим кадр Бамблби вместе с читером. Это действительно дает нам хорошее сравнение между размером автоботов и максималов. И я думаю, дизайн читера выглядит действительно хорошо. Особенно вы можете увидеть некоторые волосы на его затылке. Говоря о максималов, мы также получаем представление о носороге в этом фильме. В мультфильме это было вроде что-то научного сотрудника, инженера группы, так сказать. Поэтому он должен быть вроде как умным. Далее мы видим кадр одного из сираконов в этом фильме, которого зовут Баттлтрап, или же Боевой ловушкой. Он в настоящее время строит ракетой в автобота Эрси, или Арси, которая делает свое третье живое появление. Да, возможно вы ее не замечали, но на самом деле она была в фильмах. Если вы хотите посчитать месть Паши, хотя на самом деле это был не совсем хороший персонаж. Ее все в значительной степени выглядит так же, как и в фильме Бамблби в начале фильма, с ее розовой окраской. Но здесь выглядит так, как будто она собирается сохранить себе красный цвет мотоцикла Дугати. И это так же будет озвучивать ютуберша Лиза Кошер. Она цепляется здесь за другого автобота, по имени Вилджек. Довольно забавно, ведь Трансформер действительно появляется в третьем фильме Майкл Бэя. Но только он там изображается, как старый и мудрый инженер Трансформер. Который в комичном итоге умирает, и это на самом деле было его не единственное появление в фильме. Вилджек так же появлялся, как камео в фильме Бамблби в начале фильма. Но здесь он просто превратится в фольксваген. Точно так же, как и во временной шкале в X-Men. Временная шкала Трансформеров повсюду. И у каждого нового фильма есть своя новая преемственность. И это наконец нас подводит к злодею, которое озвучивает Питер Динг Лейдж. И его алтарный режим. Также является полгрузовиком. Он будет немного похож на Оптимса Прайма, но с более темными цветами. Но глядя на него в этом кадре, он не совсем на него похож. Поэтому он не будет злым клоном Оптимса Прайма, как это было в сериале. Теперь еще одна распространенная версия происхождения Горджа является то, что он был создан Юникроном. Я чувствую, что вся эта новая перезагрузка Трансформеров попытается постепенно приблизиться, как это было в Местителях Финал. Ну там свой Танос и так далее. Ребят, я думаю, что вам не стоит волноваться по поводу Бамблби, потому что он навряд и умрет. Конечно, это возможно, например, как Тони в Мстителях Финал. Но все же Бамблби слишком любит дети. И это хорошо. И поэтому, я думаю, он навряд ли умрет, потому что маркетологам нужно продавать всякие игрушки детям, чтобы они в их играли. И поэтому, скорее всего, это просто нас пугает, что он умрет. А как, например, в третьей части, когда вы могли убить, его все-таки спасли же, все хорошо же. Ну вот. В этом кадре мы видим пару кадров ночной птицы, которую не очень хорошо видно. Но я почти уверен, что это она улетает с экрана. Значит, если здесь только три плохих парня, тебе интересно, а как же будет происходить война? Потому что похоже, что здесь намного больше злодеев, чем просто три плохих парня, сражающиеся с автоботами и максималами. И вот почему я считаю, почему не выбрали терраконов вместо предаконов, которые были бы плохими парнями для максималов. И это потому, что терраконы, которые являются символом, которые мы видим здесь в конце трейлера, трансформеров, чем-то похожи на зомби-трансформеров. Предания о трансформеров есть много различных версий, но я думаю, что наиболее распространенным источником вдохновения для них будут мертвые трансформеры, которых вернули к жизни, чтобы они были чем-то вроде безмозглых зомби, которые атакуют ради своего лидера. И именно так мы закончим эту большую войну. В конце фильма это просто кучка безмозглых роботов-зомби, вместе с тремя большими плохими парнями. Если бы мне нужно было угадать, что это за машина на заднем плане, это мог бы быть общий план их попыток трансформировать Землю. Так что это мог бы быть следующий Кибертрон. Но, как я уже сказал, это может быть ступенькой к Юникрону в будущем. В некоторых итерациях Земля, как известно, сама была Юникроном. Просто как бы она находится в состоянии покоя. Так что, возможно, эта машина пытается активировать сам Юникрон. В этом тизер-трейлере определенно есть вещи, которые выглядят не очень. Мне вот, к примеру, вообще не нравится CGI Оптимуса Прайма. Но, ребят, не думайте, что это так все и останется. Ты должен иметь в виду, что мы еще будем ждать 6-7 месяцев до того, как фильм действительно выйдет на экран. И, честно говоря, для первого тизер-трейлера я думаю, что это все-таки выглядит здорово. Особенно учитывая, сколько кадров CGI они нам показали. Как вы относитесь к этому трейеру? Если какие-то вещи, которые вы, ребята, заметили, что я мог пропустить. Обязательно оставь свое мнение в комментариях. Буду рад, если ты подпишешься и оставишь свой след на моем канале. С тобой был я, Колди. Еще увидимся.